Привет, друзья! В такой приятной, тихой обстановке отвечаем на вопросы наших подписчиков. Человек, который все время просит меня называть его ник и спрашивает. Привет, Антон! Начал звучать шахтерсток. Возникла пара вопросов. Кто, по-твоему, целевая аудитория покупателей на шахтерстоке? Это профессионалы или любители? Или просто буратино от нечего делать? Спасибо. Очень странный вопрос. Вообще, мне кажется, что вы куда-то не туда двигаетесь. Вас вообще не должно интересовать, кто покупатели, в принципе... Ну, точнее, нет. Как? Должно интересовать. То есть, вы должны понимать, что покупатели фотографий на шахтерстоке – это дизайнеры. Все. Вот на этом баста. Больше вас ничего интересовать не должно. То есть, кто они там, что они там. То есть, больше вас, в принципе, ничего интересовать не должно. То есть, кто они там, что они там. Какие фотографии нужны, собственно говоря, дизайнерам? Все что угодно. Во-первых, все эти стоки в конце каждого года на следующий или в начале каждого года на текущий высылают некий дисклеймер, то есть какие фотографии будут пользоваться наибольшим спросом в этом году. То есть их прогноз на то, что чаще всего какие-то тренды в год этого года. На это можно опираться, чтобы формировать свою портфолио и формировать план съемок. Также есть, можно перестать всякие стоковые книги, есть некоторые крутые стоки, выпускают альбомы. Просто погуглить, например, на гугле задать вопрос а-ля стоковая фотография, стоковые тренды 2015, на ютубе, в пинтересте очень хороший инструмент для этого пинтерест. И поискать вообще, что пользуется спросом и снимать на эту тему. Ну классические темы, которые сейчас хавают очень хорошо, точнее всегда, и которые классически пользуются спросом. Это спорт в больших количествах. Это вообще фотографии с наличием людей. Это бизнес-тема, то есть концептуальная бизнес-фотография. Бизнес-тема, наверное, жнут руку, там, я не знаю, что-то подписывают, какие-то, что-то связано с производством, со стройкой. Значит, это тема, связанная с праздниками. Хэллоуин, Новый год, различные праздники. Значит, это темы, связанные с темой, связанные с чем еще? Ну, какие-то темы, связанные с семьей. То есть пары, просто пары еще, которые не семья. Пары гуляют, пары забудутся, пары ругаются, пары дуются, пары обнимаются, там, все что угодно. Та же самая семья, дети с ребенком. Посмотрите, банки очень часто используют такие фотографии. Вот тут буквально шоу недавно. Банк Российский стандарт, что ли? Какой-то красный у нее, я забыл, как он называется. Вот у них прям 3-4 такие стоковые фотографии висели на эту тему. То есть семья молодая, там семья гуляет в осеннем парке, семья как там обнимается на диване. То есть вот такого плана что-то. И, соответственно, это фотографии, ну, так называемые, health care, да, то есть здоровое. Или что-то связанное с здоровым образом жизни, здоровое питание, такой health lifestyle, короче говоря. Ну и все остальное, конечно. Я, в принципе, гружу все, вот на данный момент. А я гружу вообще все, что есть. Как только я закончил с этой базой, у меня гигантская база, ну, порядка, мне еще нужно, вот, загрузить, это я имею в виду, то есть я не просто туда затянул, но я всем расставил теги и, то есть, ну, как бы, так сказать, взял проводку, да, провел. Вот мне еще нужно провести из той базы фотографий, которая у меня оценена за годы, из того, что есть еще порядка 3-4 тысяч фотографий на разную тему. Там транспорт, пейзажи, люди. И вот после этого я, соответственно, начну снимать какие-то концептуальные, прям, конкретные сюжеты. Они, конечно, продаются лучше. То есть, там, девушка ест, девушка пьет, девушка, там, не знаю, что-то там давит себя, девушка курит, девушка, там, ну, то есть, вот, там, старости, молодости, все, какие-то концептуальные темы, это, соответственно, будет пользоваться очень большим спросом. Спасибо. 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 Спасибо.